МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим с заведующей филиалом Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Мариной Чайковской. Здравствуйте, Марина Олеговна. Здравствуйте. Хочется начать нашу беседу вот с такого вопроса. Считается, что большинство людей уже инфицированы микробактериями туберкулеза. Но заболевают, конечно, далеко не каждый, далеко не все. Скажите, как уберечься от этого заболевания? Да, уже давно доказано, что инфицирование населения, по крайней мере, по России, у нас составляет порядка 95-98% в зависимости от территории, на которой мы проживаем. Но заболевают, конечно, не все. То есть если взять предыдущий год, у нас в Артеме заболело 79 человек, а население у нас 115 тысяч населения. То есть другие же не заболели, хотя инфицирование составило, я еще раз делаю акцент, порядка 98%. А у нас по Приморскому краю инфицирование и составляет такой процент. Уже давно занимаются над этим и ученые, и доктора. Могу сказать, основная причина, конечно, кроется именно в соотношении макроорганизма и микроорганизма. То есть именно нашего внутреннего, или как мы говорим, иммунитета. От того, как иммунитет, как у нас подготовлен организм в какой-то стрессовой ситуации, как у нас организм подготовлен побороть эту микобактерию с рождения. Ведь у нас предусмотрено, что организм должен бороться с любым попаданием микобактерий. Потому что мы с вами живем, вокруг нас находятся и вирусы, и микобактерии. Для этого есть защитные силы организма, которые предусмотрены с рождения. И от того, как сработает иммунитет, как себя покажет макроорганизм, как покажет себя микобактерия туберкулеза. Потому что так же точно, как и среди людей, есть микобактерии сильные, то есть вирулентные. И есть слабые. И от того, какая произошла встреча, в какой она момент произошла, от этого зависит возникновение заболевания. Возможно оно или оно будет остановлено организмом. Когда человеку следует насторожиться, при каких симптомах уже стоит бить тревогу? Основные симптомы говорят о том, что туберкулез изначально протекает бессимптомно. Он не развивается остро, быстро. Это все-таки постепенно. То есть вирус сначала внедряется в организм, происходит его размножение. А вирус, а микобактерия туберкулеза развивается медленно. Она не быстро растущая. Поэтому происходит какое-то время, происходит накопление. Затем она начинает уже по потоку крови разноситься по всему организму. Но до этого времени проходит несколько, бывает от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому изначально туберкулез вообще никак не протекает. Поэтому основное мы всегда говорим, врачи говорят, медицинские работники, нужно туберкулез научиться находить именно на ранних этапах. Никогда уже появляются симптомы. А первые симптомы – это кашель, на который мы не обращаем внимания. Если при пневмонии кашель, он нацадный, сильный. То есть порой пациенты ночью просыпаются от него, он мучительный. То при туберкулезе это просто подкашливание. Как вот иногда курильщики, которые курят чуть-чуть утром, где-то там в кашляну, где-то там вечером в промежутке. То есть никто не обращает, что это кашель. И человек продолжает дальше. Так вот, если появляется вот это подкашливание, которое не проходит больше двух недель при приеме откашливающих препаратов или вообще даже не принимая ничего, он не проходит, на это стоит обратить внимание. Ну и дальше основным все-таки ведущим симптомом при туберкулезе это являются симптомы интоксикации. Это слабость, это вялость, это утомляемость, когда человек после работы приходит, ну ложится, вот устал, он отработал. Хотя если вернуться в предыдущее свое время, или вспять назад, то он помнит, что то же самое выполнял и приходил, бортствовал, выполнял ту же самую работу. Вот на это стоит обратить внимание. Похудание бывает, потому что при туберкулезе, увы, нарушается белковый обмен, что как раз влияет именно на мышечную массу, именно на строение наше, из чего строятся белки, это наш строительный материал. Поэтому человек худеет. Температура может быть? Да, температура может быть, но температура такая тоже субфибрильная, 37-37,5. И могу сказать, если так вот наблюдаю за пациентами, ну это бывает у процентов 15-20% не больше. То есть, как правило, температура не бывает. Только уже на поздних стадиях присоединяется, когда вторичная инфекция. Температура может, конечно, присоединяться и выше, и до 38 доходить. Но это малый процент. Но это возможно. Представим такую ситуацию, что человек, возможно, где-то пообщался. Были какие-то, может быть, контакты с туберкулезом, да? И он подозревает, что вполне может быть, он заразился. Но симптомов никаких нет. И к врачу вроде как незачем обращаться, потому что не на что жаловаться. Что делать в таком случае? То есть, мы всегда говорим, что если человек побывал в контакте, он знает об этом, что он был в контакте с пациентом. Здесь однозначно он должен для себя уяснить, в каком он был в контакте. Можно провести контакт на улице. Это одно. Другое дело, можно провести в помещении, в скученности. Дальше по времени, сколько он находился в контакте. Кто-то мог проходить 5 минут, вот здравствуйте, здравствуйте, и прошел. А можно было это провести в течение дня, находиться с этим пациентом. От этого тоже это влияет. Поэтому если человек в любом случае, малый был контакт, длительный был контакт, конечно, он должен у себя, должен отложиться в голове, что да, у меня был контакт, да, я, возможно, мог и заразиться. Поэтому человек должен знать о том, что есть методы, которые направлены именно на раннее выявление туберкулеза. А именно в нашей России это для населения старше 15 лет, это флюорографическое обследование. И мы предлагаем такому человеку, который побывал в контакте, в течение последующих двух лет флюорографию проходить раз в полгода. То есть в полгода, в отличие от нас с вами, он два раза ее проходит. А детям провести туберкулиновую диагностику и тоже ее провести, в отличие от основного населения, как массово обследуется, тоже два раза в год. Потом есть тесты, есть, можно сдать кровь на микобактерии туберкулеза, можно так себя обследовать. Можно провести компьютерную томографию, на которой, увы, видно намного больше, чем мы видим лучевыми методами, флюорографическим или рентгенологическим методом обследования. То есть возможностей достаточно? Возможностей есть. Главное, чтобы человек представлял, что он должен, в отличие от человека здорового, который не находился в контакте, он должен обследоваться чаще. Диспансеризация помогает выявлению туберкулеза? Да, могу сказать, очень хорошо. Перед тем периодом, как мы вступили в борьбу с ковидом, я могу сказать, у нас очень неплохо развертывался процесс диспансеризации. И туберкулез мы стали выявлять, могу сказать, на ранних этапах. У нас за год выявлялся всего один запущенный случай. Стала уменьшаться смертность от туберкулеза. Дети, заболеваемость детей тоже у нас имела тенденцию к снижению. Но могу сказать, что прямо обратила внимание, что процессы были именно начальные, когда туберкулез излечивается практически в 98%. Вот это было. Поэтому диспансеризация, могу сказать, я к ней очень отношусь положительно. Я считаю, она абсолютно нужна. И очень плохо, что население даже предлагают, выезжают на предприятие, предлагают пройти, и некоторые к этому относятся просто несерьезно. Выявляются другие основные заболевания, экологические заболевания, сахарный диабет, который тоже в последующем влияет именно на развитие туберкулеза. Могу сказать, что туберкулез очень часто развивается у людей, больных с сахарным диабетом. Это прямо излюбленное заболевание микобактерии туберкулеза. Поэтому, зная, что у человека есть сахарный диабет, и он вовремя его лечит, и держит уровень сахара на допустимых нормах, то могу сказать, что этот человек меньше процентов, что его приведет все-таки, что у него возникнет заболевание туберкулезом. Марина Олеговна, как сейчас у нас ситуация с туберкулезом в Приморском крае, может быть, в городе Артеме? Насколько пандемия повлияла на выявление туберкулеза? Ну, могу сказать, действительно, пандемия очень сильно повлияла, ну, наверное, не только на туберкулез и на другие заболевания, а именно на раннее выявление. Могу сказать, все силы были брошены государством именно на борьбу с инфекцией, новой инфекцией, которая появилась. И все силы здравоохранения были именно направлены, в том числе и работа врачей, чтобы не допустить распространения той инфекции, которая бы, не дай бог, если бы могла привести, а летальность была очень высокая, и справиться бы врачам было очень бы тяжело. В связи с этим многие мероприятия, которые были направлены на раннее выявление, в том числе и туберкулеза, были приостановлены. Могу сказать, что ситуация по туберкулезу, с одной стороны, она улучшилась, улучшилась в том, что мы стали меньше выявлять, и меньше выявлять, могу сказать, на процентов 30. То есть вот за предыдущий год, за 20-й, мы выявили туберкулез в 79 случаях. У одного ребенка среди них, то есть остальные были взрослые, 78 человек, у подростка вообще ни одного не было выявлено случая туберкулеза. Но могу сказать, вот сейчас анализируя предыдущий год, и вот сейчас уже прошло 3 месяца, за собой потянуло это, увы, неблагоприятные моменты в туберкулезе. Мы стали выявлять больше запущенных форм, деструктивных форм, то есть формы с бактериовыделением, появилась одногодичная летальность. То есть я так думаю, что теперь процент смертности от туберкулеза будет потихоньку расти. Мы, конечно, сразу это не увидим, но это отложит отпечаток. Туберкулез возможно вылечить? Могу сказать, что да. Я как врач могу сказать, ну, конечно, не бывает 100%, если брать любое что-то, но могу сказать, да, в настоящий момент есть все режимы, какие применялись. То есть у нас существует 5 режимов, в том числе и для лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, и широчайшей лекарственной устойчивостью. И есть возможность направлять наших пациентов на лечение и в Москву, в научные институты, и в Новосибирск. Все это в настоящий момент оформляется. Квота, она абсолютно быстро оформляется. В течение месяца это все можно, это возможно. И пациент отправляется, если мы здесь не можем какую-то помощь оказать, то мы направляем вот в эти учреждения для проведения каких-то операций, которые у нас здесь не проводятся. Могу сказать, лекарства имеются все, они выдаются абсолютно бесплатно. И если человек обратился вовремя, то могу сказать, процент излечения туберкулеза составляет 98-99%. Хуже, конечно, обстоят дела, если пациент выявляется в запущенной форме. Здесь мы уже, конечно, сразу говорим, процент излечивающейся будет составлять от 30% всего до 50%. В том числе, если пациенты выявляются широчайшей лекарственной устойчивость. То есть устойчивость ко всем абсолютно препаратам, которые в настоящий момент придуманы в мире для лечения туберкулеза. То есть здесь понятно, если есть возможность, мы стараемся таких пациентов оперировать, готовить к операции. А если, конечно, уже нет, то процент, конечно, здесь излечения, он доказан, что считается хороший процент излечения этих пациентов, если он составляет 25%. Скажите, а как Артем смотрится на данный момент? Или, может быть, если сейчас еще анализа не было, хотя бы на момент прошлого года, по сравнению с другими городами? Нет, общие цифры я могу уже сказать, потому что общие цифры по краю уже подбиты. Они, может быть, не совсем узкие, но кое-какие цифры я могу сказать. Однозначно у нас заболеваемость смотрится меньше по подросткам, я сказала. У нас вообще ни одного случая не было выявлено, но не от того, что у нас его нет, а от того, что просто мы не сработали так, как мы должны были работать на опережение или на раннее выявление. Детей число количества у нас меньше, чем краевым по краевым цифрам, могу сказать. А вот общее число заболевших у нас на уровне краевых цифр. То есть у нас показатель составляет 77 на 100 тысяч населения, в Приморском крае он составляет 75 на 100 тысяч населения. Поэтому мы идем, ну мы, сколько вот анализировала я, я могу сказать, что мы в принципе всегда идем. Мы идем не лучше и не хуже, мы идем именно на уровне краевых цифр. Я могу сказать, что Владивосток уровень заболеваемости у них ниже, вот это могу сказать. Высокий процент заболевших туберкулезом в Дальнегорске, вот это могу сказать. В Уссурийске всегда выше показатель. Выше, чем в Артеме? Выше, чем в Артеме и выше, чем в Приморском крае. Если смотреть на уровни России, я могу сказать, что Приморский край у нас и Дальневосточный округ, увы, смотрится плохо. Мы все-таки медицинским осмотром на нашей территории уделяем очень мало, мало внимания. То есть если по России эти проценты доходят до 80-90%, даже есть, в той же самой Москве они смотрят медицинским осмотром до 95%, то мы с вами 60 всего процентов осматриваем население этими методами. Если сравнить Россию с зарубежом, за границей существует такая болезнь, как туберкулез? Да, могу сказать, она есть и в развитых странах, она есть и в странах ближнего зарубежья. Даже вот рядом с нами, которые находятся, страны Японии, да, там есть туберкулез, но он маленький процент заболевших. Там заболеваемость составляет 5 на 100 тысяч населения. А я вам говорила, у нас по Приморскому краю она составляет 75 на 100 тысяч населения. В Китае, в Китае у них немножко по-другому считают, но в Китае в принципе заболеваемость туберкулезом высокая, могу сказать. Там оттуда идет пекинский штамм, бейджин, как его называют в литературе. Именно он обладает формированием лекарственной устойчивости множественной. И вот у нас изучали, приезжали здесь москвичи, брали штаммы и смотрели, какой же на территории Приморского. Причем у нас очень много выявляется процент пациентов с множественной лекарственной устойчивостью. Так вот, было доказано, что все-таки у нас как раз и выявляет вот этот штамм, бейджин, который имеет свои по анатомии микобактерии, то есть имеет свое предосположение, что быстро формируется лекарственная устойчивость. Получается, что у туберкулеза тоже есть у каждого района или региона свои штаммы? Да, да. Европа вот меньше болеет, она меньше подвержена заболеванию туберкулезом. А вот страны я вот вам назвала, Китай, Индия, там туберкулеза, увы, много. Густонаселенные страны получаются? Да, да. А лечение за границей отличается от лечения России? Само лечение не отличается. Точно так же у нас есть методические рекомендации, которые разработаны на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Они же ими пользуются и за рубежом. И как-то мы встречались, а в Москве приезжали инфекционисты, у них нет врачей-эктизиатров, у них инфекционисты ведут раздел в тезиатрии, то есть борьбы с туберкулезом. Препараты одни и те же. Одни и те же схемы лечения. Единственное, если брать европейские страны, они используют производителей других. То есть лекарства есть различные производители, есть Индия производитель, есть там Бельгия, есть еще другие страны, Америка. То есть Европа пользуется, не пользуется индийскими препаратами, они берут свои европейские. У нас, увы, такой возможности нет. То есть у нас, как вот есть производитель, чаще, конечно, мы пользуемся индийскими препаратами, то есть вот их и приходится выдавать. А препараты абсолютно одни и те же, могу сказать, абсолютно те же самые схемы лечения. Допустимо ли у больных туберкулезом самолечение? Я отношусь к этому, прям, можно сказать, категорически нет, как врач могу сказать. Во-первых, я могу сказать, что подбирается лечение, просто вот у нас даже был такой пример, я работала. Одна женщина обратилась к своей знакомому, врачу, у нее туберкулез, она сама страдала сахарным диабетом, то есть она уже была в группе риска. У нее сын болел туберкулезом, хотя семья такая обеспеченная, то есть женщина имела хорошую работу, высокооплачиваемую. И вот в итоге у него, он был прооперирован, этот молодой человек, в итоге потом не лечился, и у него все это развилось в хроническую форму туберкулеза. То есть он длительно болел, ну и маму свою заразил. Мама заболела на поздних этапах, уже когда сын уже был глубоким инвалидом. И вот мама, не знаю почему, у нее была хорошая знакомая доктор. То есть мама начала лечиться, при том, что я говорила, самым главным условием залога хорошего лечения туберкулеза, это исследование чувствительности именно к препаратам, в том числе к туберкулезным препаратам. Она не сдавала на чувствительность, то есть она сдавала там анализы, да, у нее есть туберкулез, да, это все видно было. И она ей назначила лечение, которое стандартное, ну и все. А у нее все это прогрессировало, прогрессировало, потом она поступает в стационар, уже в состоянии средней степени тяжести, и начинает уже обследовать, там понятно туберкулез, Она и лечила его туберкулез, только она лечила, увы, не теми препаратами. И у нее берут на чувствительность, у нее оказывается лекарственная устойчивость ко многим препаратам. Ну и дальше ей назначают, конечно, то лечение, которое, а она перед этим почти лечилась, а два года. То есть время было упущено, у женщины плюс еще сахарный диапин, там гипертоническая болезнь, масса еще других заболеваний. В общем, потом у нее лечение мы продобрать просто не смогли. Чего сейчас не хватает в тезиатрической службе Артема? В чем вы нуждаетесь? Нуждаемся, как и все, наверное, медики в специалистах. Я могу сказать, врачей вот у нас, вот я уже работаю, говорила, больше 25 лет. К нам всего пришло два молодых сотрудника, два доктора. Из них последний пришел уже 3-4 года назад. Все, то есть у нас нет врачей, поступления врачей нет. Не хотят идти врачи в афтезиатрию, как, наверное, и в другую вообще медицину не очень хотят. Это первое, вот самая, я считаю, основная проблема. Вторая проблема, это все-таки, наверное, нам надо как-то поменять. Вот мы привыкли работать с пациентами, там с бумагами особенно, с введением сейчас электронных болезней, электронных амбулаторных карт. Мы не находим такой возможности поработать с пациентом. То есть пациентам нужно, чтобы, я считаю, все-таки, чтобы в наших учреждениях, стенах был психолог. Понимаете, потому что лечение, увы, с туберкулезом, это понятно. Кто-то работающий, понимаете, он потерял сразу работу на какое-то время. Дальше в семье кто-то. Потом дальше как общаться он будет с другими. То есть ему нужно будет поменять свою немножко жизнь на тот период, пока он лечится. И для этого должен обязательно быть психолог, а то нужно провести, именно донести до пациента, что лечение должно быть регулярно, что не нужно его пропускать, что не нужно его забрасывать. Как себя вести вообще среди окружающих, для того, чтобы он мог не заразить своих родных и близких, и вообще окружающих. Как настроиться, поменять свой склад жизни. То есть вот этого, я считаю, психолог нам очень нужен. И дальше, наверное, нужно нам немножко пересмотреть именно санитарно-противоэпидемический режим. То есть постараться все-таки, наверное, может быть, когда-то это будет. То есть пациенты, которые заразны, они должны быть однозначно изолированы. Это закон. Изолированы не просто формально, а на тот период, пока они заразны. То есть, увы, у нас в России, это не только у нас в Приморском крае, у нас нет таких закрытых учреждений. То есть, как в Японии, есть пациент, если он заразный, его сразу отвозят на остров. На острове там вся есть развитая инфраструктура, там есть аптеки, там есть магазины. И он живет на тот период, пока он не станет опасным, не будет представлять опасности для других окружающих. Вот это, я считаю, вот чего нам не хватает. Настоящий момент. Ну что ж, спасибо, Марина Олеговна. Что хочется вам пожелать? Поменьше пациентов. Спасибо большое. А к населению у меня еще возможность такая. Все-таки прошу, раз вот воспользоваться данным случаем, обратиться. Уже давно занимаются у нас ученые, медицинские работники, сообщества медицинские, именно болезнью с инфекционными заболеваниями. И уже доказано везде и за рубежом, поймите, именно инфекционное заболевание можно победить или предотвратить, или минимизировать даже его. Это путем проведения прививок. И вот сейчас я смотрю, что государство много бросает сил это привить, проводить вакцинацию против ковид-инфекции. Я всех призываю, в том числе, отнестись серьезно. И проводить ее, и делать это и против туберкулеза, и против других есть инфекции, и в том числе от ковид-инфекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова